50 автобусов и 120 работников окастранца на работе, но работы нет. С сегодняшнего дня три барнаульских маршрута, 33, 77 и 121 обслуживает другая компания. Пока в отпуске, ну буду на работу приходить там все равно. Машина моя будет стоять там, ей позанимаюсь так вот, что от меня касается там. Какие вообще настроения в коллективе? Мы, ну, так скажем, надеемся на лучшее, но готовимся к худшему. Агаз Транс работал на трех маршрутах 10 лет, но в ноябре проиграл конкурс из-за критериев, по словам юриста компании, не указанных в положении. Своё право они отстаивают в суде, а сейчас пикетируют, смотрят фото бывших пассажиров, шокированных грязью в салонах и считают автобусы конкурента. На протяжении уже минут 20 и ни одного 33-го автобуса я не видел. В мэрии за тремя маршрутами сегодня тоже пристально следят. Говорят, срывов не было, жалоб тоже. На маршрутах с утра 41 автобус нового перевозчика Транслайна. 22 марта он выиграл и внеочередной засудов конкурс. АГАС провалился за отсутствие газомоторной техники. То есть при наличии газомоторной техники дополнительно к оценке каждого транспортного средства присваиваются определенные баллы. Интересно, что во время проведения прошлых конкурсов его отсутствие как будто было несущественным. По словам АГАСа, во время осмотра у конкурента газомоторная техника была всего на двух бийских автобусах из 47. Плюс, заявляет АГАС, их компании не проставили баллы за наличие безналичной оплаты. Что касается нового автоперевозчика Транслайна, то его руководство объяснило присутствие в Барнауле на осмотре автобусов из Бийска дружеской помощью. Владельца 55-го из Наукограда он позвал работать в краевую столицу. Маршрут стал нерентабельный, и поэтому ему пришлось просто закрыть маршрут, потому что машины были взяты в лизинг. Случайно ли, но закрыли маршрут за день до конкурса в Барнауле? Транслайну выдано временное из-за судебных разбирательств разрешение на перевозку. Заседание назначено на середину апреля, а до этого времени 120 сотрудников АГАС-Транса отправлены в отпуск. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. Наши новости.